Детсады на карантин. В крае растет число больных гриппом и ОРВИ. Толщина льда 45 сантиметров. Верующие готовятся к великому празднику – крещению. Ее призвание – спасать жизни. За какие заслуги врач скорой помощи была признана лучшей? Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. В трех детских садах в крае объявлен карантин. Эти дошкольные учреждения полностью закрыты. Еще в шести закрыты несколько групп. Медики начали фиксировать значительный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа. На сегодняшний день только в Барнауле, по некоторым данным, более 70 человек больны гриппом. В Бийске эта цифра приближается к 40. По словам врачей, в основном заражаются люди, у которых нет прививки от опасного вируса. Уже завтра православные верующие отметят один из самых важных и почитаемых церковью праздников – Крещение Господне. Каждый год тысячи людей в этот день совершают обряд омовения в освященной воде. Только в Алтайском крае подготовлено около 70 купелей. В Барнауле главный крещенский городок построили на прежнем месте на речном вокзале. Здесь будут дежурить спасатели, врачи и наряды полиции. По словам сотрудников МЧС, сейчас толщина льда на реке Ульпс составляет 45 сантиметров. Это значит, что одновременно здесь могут находиться 50 человек. Рядом с купелью не более 10. Готовность крещенского городка и его безопасность проверил глава города Сергей Дугин. Толщина льда может на данный момент только увеличиться. Потому что холод идет, снег очищен, шуба убрана. Поэтому он только может быть выше, но никак ниже. Поэтому безопасность полна. Добавим, что крестный ход начнется завтра в 11 часов от Знаменского монастыря. Верующие пройдут до главной Барнаульской купели, где и состоится чин освещения воды. Бывшего управленца делами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова оставили под стражей. Такое решение вынесут с Центрального района. Накануне прошло первое заседание по этому громкому делу. Как сообщает полиция Бру, Белобородов проведет в СИЗО ближайшие 5 месяцев. Столько ожидается продлиться судебное рассмотрение дела. На прошедшем заседании прокурор зачитал обвинение. Как из него следует, бывшему чиновнику вменяется то, что за взятку он отдавал контракты на строительные работы конкретным фирмам. А также позволял заключать госконтракты на проведение работ по завышенным ценам. В частности, речь идет о здании в Барнауле на Чкалово 230. Здесь сейчас располагается Краевое министерство природы. Сам обвиняемый отказался отвечать на вопрос, признает ли он свою вину. Между тем, ранее Белобородова обвиняли в том, что он потратил с Краевого бюджета 18 миллионов рублей на покупку трех автомобилей без проведения конкурса. Однако в итоге это уголовное дело было прекращено. Правоохранители решили, что автомобили закупали для обеспечения безопасности первых лиц региона. Следующее заседание состоится 23 января. Помогать больным днем и ночью врач скорой помощи Светлана Дородная заняла первое место в региональном этапе российского конкурса «Лучший врач года». Победа для доктора стала настоящей неожиданностью. Между приемами пациентов нам удалось встретиться с лучшим врачом и узнать, каково это – спасать жизни. 30 минут, ровно столько, выделили журналистам на общение с докторами. И неудивительно, ведь в любой момент может поступить сигнал диспетчера. И Светлане Дородной нужно будет оказаться в другой части города. Может быть, спасать чью-то жизнь. Работу в кабинете женщина не рассматривала с самого студенчества. И вот уже 21 год помогает людям буквально на ходу. Оно само как-то пришло. Понимаете, бывает же, человек хочет, и все. Я вот так же решила, что хочу. Понятно, что тяжело. Тяжело ночами. Тяжело, там, много вызовов, то есть в машине. И позвоночник болит, и все. Но как-то... Иной раз думаешь, ну, уйду, брошу, а потом раз как-то все забывается. Самое сложное, отмечает Светлана, реанимационные звонки, которые требуют быстрых решений от врача, пока до больницы еще далеко. Кстати, в этой должности женщина уже 14 лет. Раньше работала фельдшером, как сейчас ее помощник Антон. Сложности нет, с ней нормально работать. Мы когда приезжаем на вызов, Светлана Вадимовна осматривает больных, а я уже выполняю, то есть манипуляции, какие надо. То есть там, за ГИКГ, инъекции и так далее. О победе в региональном конкурсе Светлана отвечает скромно. Принять участие решила только с подачи коллег, и столь высокий результат восприняла с удивлением. Впереди федеральный этап конкурса. Но это, говорит, не главное. Главное – успеть помочь. И, возможно, даже спасти чью-то жизнь. Анастасия Дороган, Ирина Харитон, Алексей Фризин. Наши новости. Поклонники морепродуктов могут утолить свой голод на ярмарке деликатеса Севера и Камчатки. Сотни килограммов свежей рыбы, икры и консервы привезли в Барнаул. Сегодня, чтобы попасть на гастрономическую экскурсию по северу и Дальнему Востоку, необязательно лететь в самые отдаленные края нашей страны. В Барнауле открылась выставка деликатесов Севера и Камчатки. Белорыбец, очевыща, нельма, ленский омль, тунец и не только. Здесь же якутская юкола, балыки, филе, стейки, рулеты. Рыбу такого качества не встретить даже в столичных магазинах. На выставке в широком ассортименте представлена красная и черная икра. В первые дни работы ярмарки сотни барнаульцев оценили вкус настоящих курильских консерв, магаданских креветок и дальневосточных полуфабрикатов. Торопитесь, выставка будет работать до 19 января включительно на третьем этаже торгового центра «Пионер». И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга, качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. В крае переменная облачность, возможен снег. В Белокурихе минус 7 градусов, 9 мороза. В Бийске, в Камнино-Обизме, на Горске минус 10 ниже 0. Минус 11 в Заринске и Рубцовске. В Барнауле днем до 11. Слабый северо-западный ветер. А я напоминаю, телефон редакции Барнауле 722-440. Полная картина дня, как всегда, в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова